Музыка Тема надвигающейся отставки Рустема Хамитова с должности главы Республики Башкортостан, изрядно поднадоевшая уже всем последние недели, на этой неделе имело там некоторое развитие, мы наблюдали совершенно феноменальный вброс в информационное поле истории о том, что якобы кандидатура Ирика Елалова уже практически согласована в Кремле, что там Хамитова вот-вот вызывают, значит, на ковер ему там вручают черную метку, а Ирик Елалов въезжает на белом, видимо, коне или на белой кунице, въезжает прямо в Белый дом. Но, тем не менее, конечно, все это так и осталось неподтвержденным. Истории о том, что Елалов перемещается в Белый дом у нас не случилось. Рустем Хамитов, да, съездил в Москву, да, наверное, получил по полной программе за все события с башкирским языком, но, тем не менее, каких-то организационных последствий это все не имело. Безумно насмешил Башинформ на этой неделе о том, значит, в том сообщении, которое было о том, что Рустем Хамитов принял участие в переговорах с королем Саудовской Аравии. Я думаю, что, на самом деле, конечно, никаких переговоров с королем Саудовской Аравии Рустем Хамитов не вел, ни по синьке шапка, безусловно, ну, где-то там рядом стоял, видимо, на подхвате. В общем и целом, конечно, этот вброс, так называемый вброс Елалова, можно расценивать как некое тестирование ситуации, с одной стороны, как абсолютное безобразие в медийном пространстве республики, неспособность проанализировать это все, потому что все наши немногочисленные комментаторы-политологи быстро, значит, кинулись это все по-всякому интерпретировать. Ирик Елалов сообщил о вечной дружбе между мэрией и Белым домом, ну и так далее, и так далее. Вообще, конечно, на этой неделе у нас было опять очень много Елалова и совсем не было Хамитова, что в очередной раз говорит о том, что в Белом доме царит паника и непонимание, что им делать дальше, а в таких случаях они всегда забираются обратно в свою, значит, скорлупу и сидят там тихо, ожидая, что все закончится само собой. Ну, как обычно, с событиями, которые происходят у нас, и не заканчиваются ничем, остается только наблюдать, пытаться анализировать и предполагать дальнейшие события. Я на этой неделе многократно уже высказывал свое мнение о том, что нет, не будет никакой отставки Хамитова до окончания выборного процесса президента России. Я абсолютно уверен, что Хамитова, скрипя зубами, оставляют, потому что иначе будет хуже, а там будет видно. То есть вопрос отставки Хамитова – это скорее вопрос времени года следующего нашего 18-го, это или лето, или осень 18-го года. Кроме всего прочего, в палитре предположений о персоне следующего главы Республики Башкортостан у нас внезапно появилась Лилия Гумерова. Про Уфа сделала предположение о том, что ее готовят там в каком-то секретном лагере губернаторов к восшествию на этот престол. Я, честно говоря, смеялся долго над этим предположением, потому что, да, Лилия Салаватова, безусловно, способная женщина и ярко проявила себя на пути в Совет Федерации, но, безусловно, она не подходящая кандидатура сейчас для Республики Башкортостан в качестве губернатора. В общем, я к этой истории отношусь с большой долей иронии. Судя по всему, мы становимся свидетелями очередной странной истории Уфе. Эта история разворачивается вокруг свалки в Черкасах и Новоалександровке. В Новых Черкасах это такой очень неблагополучный район Уфы и часть Уфинского района, в котором традиционно существовала ситуация не просто неблагоприятного, а, в общем-то, опасного для проживания граждан района и незавершившееся выселение оттуда людей, которые проживали там в катастрофических условиях, сейчас сопровождается странными действиями местной администрации районной и действиями администрации Уфимского района по попытке возродить там эту свалку. И самое интересное, что, оказывается, в квитанции у всех жителей Уфы есть некая графа вывоз мусора, и эти несколько десятков рублей, которые мы платим регулярно за вот эту услугу, оказывается, эти деньги аккумулируются в неком фонде, который уже сейчас составляет свыше миллиарда рублей, который постоянно растет, и эти деньги планируется направить на некую реконструкцию, реновацию, рекультивацию, я не знаю до конца, как это назвать, вот этой свалки в Черкасах с целью, ну, обеспечить город полигоном для вывоза мусора. Однако, те события, которые сейчас разворачиваются вокруг общественных слушаний в этом районе города, события с тем, как результаты этих общественных слушаний странным образом интерпретируются и выворачиваются, наводят на мысль о том, что у нас появляется очередной миллиард в Уфе, который будет вслед за миллиардом по ветхому жилью пущен совсем не по назначению. Я пока не располагаю полной информации по этому вопросу, на следующей неделе будем разбираться, смотреть, добывать эту информацию, и попытаемся эту тему развить, потому что тема мусорных полигонов в Уфе и вообще в Башкирии – это очень больная тема, учитывая ручной характер наших, в кавычках, экологов, эта история может представлять довольно серьезную угрозу и для горожан, и для жителей Уфинского района. Прошедшая неделя не была богатой на события исключительно местного характера, но зато была отмечена федеральным событием. 7 октября 65 лет исполнилось Владимиру Владимировичу Путину. Вокруг этого было очень много событий, суждений, рассуждений и всевозможного шума. Многие высказали свое отношение к тому, может ли президент и должен ли президент идти на дальнейший свой срок уже в этом возрасте и так далее, и так далее. В Уфе в связи с этим прошла акция «Открытая Россия», которая развесила таблички на скульптурные группы с призывами к президенту отправиться на пенсию, а не на четвертый срок. Судя по комментариям в интернете, наконец-то найден достойный формат для применения этих странных и страшных зачастую скульптурных групп, которые плодятся по Уфе. Действительно, это очень удобная площадка для размещения всевозможных сообщений власти. Это очень понравилось горожанам. Я думаю, эта история будет продолжаться в том или ином формате, потому что тем много, это и дольщики обманутые, и расселение жилья, и всевозможные другие городские проблемы. Очень удобная вещь придумал нам Эрик Ишим Хаммедович, просто, видимо, постеснялся сообщить истинное назначение этих скульптур. Кроме того, по всей стране, и в том числе в Уфе, прошли некие акции в поддержку Алексея Навального, который сейчас очередной раз томится в застенках изолятора временного содержания в Москве, к моему большому удивлению и, в общем-то, радости, вечером 7-го числа достаточно большое количество сторонников Навального пришли на этот импровизированный митинг, который был не митинг, а просто собранием, условно говоря. Все прошло без эксцессов, и действительно пришло народу, ну, наверное, вдвое больше, чем я представлял возможным. Это радует, это говорит о том, что все-таки внутри города существует достаточное количество людей, готовых прийти и поддержать своего лидера. Мероприятие прошло достаточно тихо, полиция вела себя на удивление корректно. Майор Ильдус Шингареев, который уже превращается в некий интернет-мем, вел себя исключительно вежливо, никаких задержаний, никаких репрессивных действий в отношении собравшихся не производилось. Полиции было достаточно много, но она держалась в стороне, броневики были тщательно спрятаны подальше, не как в прошлый раз они там стояли за дворцом спорта, и тоже их видно не было. И, ко всеобщему удивлению и недоумению полиции, собравшиеся около дворца спорта еще и прогулялись до горсовета. С флагами, с шариками, и, в общем-то, так весело все было и задорно. Очень хорошо, что это прошло. Молодежи, конечно, было опять больше, чем не молодежи, условно говоря. На мой взгляд, возраст собравшихся действительно даже как-то еще уменьшился. И это те самые школьники, которые, ну, может быть, еще не все понимают, но уже все чувствуют. Это очень хороший знак, это именно изменение качества недовольства и протеста, которое впоследствии, конечно, перейдет и в количество, и в какие-то действия. Ну, в общем, УФА галочку поставила. Что касается тех процессов, которые шли на неделю в отношении открытой России, вот эти задержания региональных координаторов по всяческим выдуманным причинам, там, ориентировки, нетрезвое состояние, там, значит, какие-то попытки найти экстремистскую литературу и прочее, к сожалению, эти события не обошли и УФУ. Вчера был задержан сотрудниками уголовного розыска, к чему-то, кстати говоря, Артем Шабалов. Он был задержан по анонимному звонку, который сообщал о том, что он якобы изготавливает, транспортирует и страшным образом использует всевозможные экстремистские материалы. Его задержали, обыскали его автомобиль, нашли плакат, в котором он призывает Путина идти на пенсию, в общем-то, что никак не может считаться экстремизмом. На данный момент Артема отпустили, продержали в Советском РУВД, извините, 5 или 6 часов. Почему-то отобрали автомобиль, но сейчас с этим будут разбираться адвокаты. В общем, наверное, ничего страшного, просто неприятно. За этой ситуацией будем следить, безусловно, сообщим, чем это все закончилось. Безумие и раздрай в электронных СМИ УФЫ на этой неделе были проиллюстрированы странной статьей МКСЭТа о пятилетнем сроке Амины Шафиковой на посту министра культуры. На фоне огромного количества критических материалов, рассуждений, аналитики о бессмысленности, бесполезности и безрезультатности этой карьеры госпожи Шафиковой МКСЭТ разразился какой-то псевдоаналитикой с огромным количеством киселя и варенья. Я, честно говоря, не понял, что это означало, потому что в определенный момент это издание, конечно, превратилось в такой желтый листок, аффилированный совершенно отчетливо с Мэрией УФЫ и работающий исключительно против Хамитова, и вдруг, значит, вот такая статья. Я не знаю, как это комментировать и достоверно объяснять, но я думаю, что это уже такая совершенно крайняя форма заказухи, которая в последнее время стала практиковаться широко в этих изданиях. Не знаю, что это, безденежье, кризис или отсутствие принципов, но, тем не менее, все это есть. К сожалению, это так. И, к сожалению, этим самым нивелируется и роль журналистики, и роль вот этих всех изданий, которые худо-бедно все-таки существуют в Уфе. И мы тихо и мирно движемся к тому, что либо появится необходимость условной рекультивации всей этой среды, создания новых ресурсов и так далее, либо приведения в чувства существующих. Ну, не знаю, лично мне было противно, если честно. Субтитры создавал DimaTorzok